В понедельник, 27 июля, в Кыргызстане за сутки число выздоровевших от COVID-19 вне больничной пневмонии превысило число новых случаев. Из стационаров выписаны 817 пациентов, выявлено 483 новых случаев заражения. Текущую эпидемиологическую ситуацию в стране и принимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обсудили на очередном онлайн-совещании президент Суронбайджинбеков и премьер-министр Куватбек Буронов. 235 миллионов сомов выделено из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на выплату компенсации медикам, работающим в очагах заболевания. За апрель, май и июнь компенсацию получили свыше 21 тысячи медработников. В Иссык-Кульской области для пациентов с вне больничной пневмонии идет установка кислородных станций. Они уже сданы в эксплуатацию в двух городских и четырех районных поликлиниках. В Кыргызстан возвратились 165 граждан из Турции. В рамках года развития регионов, цифровизации и поддержки детей в военном округе Гульчуалайского района впервые построят парк для детей. Все игровые аттракционы будут использоваться бесплатно. Восстановительные работы продолжаются в Катамджайском районе, сошли сели, течение унесло исход. К счастью, человеческих жертв нет. Вторник, 28 июля. За сутки от коронавируса и вне больничной пневмонии выздоровели вдвое больше граждан, чем заразились. Зарегистрировано чуть более 500 человек, а выздоровел 1091 пациент. В трех областях Иссык-Кульской, Джалалабадской и Ожской сохраняется сложная эпидситуация. Туда направлены средства и силы для стабилизации обстановки. Об этом на брифинге рассказал премьер Кубатбек Буронов. Совместная работа с распространением вируса в Иссык-Кульскую область прибыла мобильная бригада российских специалистов. Они будут работать в четырех стационарах области. В Абаткенской области подготовлены 215 мест для дневных стационаров. Они будут расположены в основном в образовательных учреждениях и готовы к работе и в холодное время года. Таким образом, местные власти готовятся к возможной второй волне заболевания. Увеличение посевов зерновых культур. По сравнению с прошлым годом в Кыргызстане увеличились площади посевов зерновых. В Таласе все чаще начали разводить фурни сушек, используя новые методы. У таких предприятий прибыль куда выше. На продукцию и спрос высокий. Этот продукт заполнил все рынки области. Среда 29 июля. 1047 выздоровевших и 668 новых случаев заболевания. Вновь выписанных пациентов в два раза больше, чем заболевших. Правительство изучает причины заражения медиков коронавирусной инфекцией. По каждому случаю заражений врачей будет проведено расследование специальной комиссии Минздрава. Новая конкурсная система отбора кадров. Текущие вопросы и планы госкадровой службы на онлайн-совещание обсудили президент Соренбай Джинбеков, исполняющий обязанности директора ведомства Бакатбек Саганбаев. Официальный сайт о ситуации с коронавирусом COVID-19 обновлен. Теперь туда добавлены ссылки, пройдя по которым, можно узнать всю актуальную информацию о текущей ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. Скоро откроют заброшенный перевал Тон одноименного района. Через этот перевал чабаны Торт-Кульского, Кунчегышского, Тонского и Болот-Мамбетовского аильных округов будут перегонять скот на Джайлосы. На днях планируется увеличить количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан. Ведутся и переговоры по возобновлению регулярных полетов. Четверг, 30 июля. В Кыргызстане прошел День национального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. В мемориальном комплексе Атабиити прошли поминальные мероприятия в память о кыргызстанцах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. Был прочитан курант. В поминальных мероприятиях ко Дню национального траура приняли участие президент Сурамбайджин Беков, Турагаджу Курхукенеша Дастан Джумабеков, премьер-министр Кубатбек Буронов, председатель Верховного суда Гюльбара Калиева, начальник Генштаба Вооруженных сил Реймберди Душинбиев и муфтий Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Токтомушев. При поддержке президента страны по линии фонда «Ас-Салам» в республику поступила гуманитарная помощь в виде 560 кислородных концентраторов. Поступившие кислородные концентраторы в количестве 450 штук будут распределены среди новых больниц. Остальные 110 концентраторов фонд будет распределять нуждающимся больницам. Пятница, 31 июля. Мусульмане Кыргызстана отметили священный праздник Курманайт. Праздничный намаз, который обычно проводился на площадях и в мечетях, в этот раз состоялся в онлайн-режиме. Состоялся телефонный разговор президента Сорунбайджин Бекова с президентом Турецкой Республики Реджепом Таифом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы совершенствования сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами. Из Екатеринбурга в Бишкек прибыл чартерный рейс уральских авиалиний, которым вернулись на родину 229 кыргызстанцев, включая детей. 184 наших соотечественников, включая детей, вернулись и из Новосибирска. Список пассажиров был сформирован в порядке очередности обращений граждан, нуждающихся в возвращении на родину. Также в Кыргызстан по маршруту Дувай-Бишкек благополучно вернулись 175 наших граждан, включая малолетних детей из Объединенных Арабских Эмиратов. В муниципальном районе Туран города Ош началось строительство детского сада на 120 мест. Это первый социальный объект в местности, который возводится впервые за 30 лет. Его сметная стоимость 26 миллионов сомов. В два села Нокатского района проводится чистая питьевая вода. Работа осуществляется методом Ашара. Суббота 1 августа. За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 900 человек, заболевших в два раза меньше. За сутки от коронавируса умерли 19 человек. Президент Суранбайджин Беков дал традиционное интервью радиостанции Беринчи-радио КТРК. Подсчитан ущерб, нанесенный стихией накануне. В Каракульджинском районе Ошской области в результате проливного дождя затопило дворы 16 домов. Работы по очистке продолжаются.